В общем так, у меня есть друг. Он живет в Магадане. Я его конечно покажу не буду, да и он сам не хочет. Я умираю, умираю, умираю от любви. Я отрываюсь, отрываюсь, отрываюсь от тебя. Короче, он мне подарил, читая телефон, когда узнал, что я не выхожу ни на связь, ни в WhatsApp, ни где, либо еще там, в Телеграме и т.д. Короче, он узнал. Он говорит, приезжай. Короче, замануху у меня сделал. Приезжай, я тебе отдам на телефон. Блин. А как раз я вот собирался на субботу-воскресенье поехать в город, но почему-то я никогда не это, не рассматривал его. А что я могу к нему заехать и там переночевать в него. И тут он меня зовет, короче. О, верхонку нашел. Короче, он меня зовет, говорит, приезжай, я тебе дам на телефон. Ну, я, короче, блин, говорю, о, блин, а я что-то тебя и не рассматривал по поводу твоего дома и что я могу у тебя там заночевать там и там еще поснимать. Короче, он меня, короче, уговорил, я к нему еду, он мне дает деньги на телефон. И, короче, он меня дает деньги на телефон. Я еду в город, покупая свой вот этот телефон ТЕКНО за 15, а он мне дал 20. И говорит, а зачем ты это, как-то, за 15 мог бы побольше взять. Ну, он там где-то примерно 16 вышел, я ему сказал, я говорю, мне 16 вышел. Говорю, тебе, что я 20 дал. Я говорю, ну, блин, я что-то так подумал, подумал, что мне там еще аст. У меня еще надо пожить этот месяц до 20 числа, вот этот. А если я потравлю, потрачу все эти 20, то у меня не хватит, блин. Потому что я вот буду Павел писать в каждый месяц. Да, сказал бы я тебе еще добавил. Я говорю, ну, ладно, все мне мало, есть. И тут я, а до этого я еще, блин, другому звонил, я говорю, блин, Саня, подкинь пятерик. Он мне подкинул пятерик, его, короче, у меня получается, сколько там, 15, я так, 4. 4, 5, 5, 9 тысяч у меня на кармане осталось. Это, ну, ладно, все. Я еще потратил там на флешки, на всякую судьбу. А, так что я про друга-то рассказывал, рассказывал. Короче, я к нему, когда приехал уже все вечером, все свои дела сделал. Купил телефон, поснимал маяк, там, ну, город немножко. Блин, сколько файлов потерял. Там где-то 10 часа на 2, а то может даже больше 2 часов я потерял запись. И, короче, я вот приехал вечером, к нему начали перекидывать эти файлы. Вот, это, в голову крошки. На флешку мои. И, короче, это, при переносе этих файлов я потерял несколько... Поговорил, где-то больше, может, даже больше 2 часов видеозапись. Именно по городу. Там вот этот маяк, он не весь вошел, потому что там... Там еще верхнюю площадку я снимал, там, ну, короче, дофига. Там, где тренажеры. И, в общем, пока мы переносили, ну, там, разговариваем, там, кто-то все, пошли за другой этот... На кухне сидим. Ну, я ему начал подкидывать там строить... И музыку, и все такое. И вот это вот. Бюджет его почти. Он говорит, он просто охренел бы себе. Жека, я думал, это все 60-е годы. Я говорю, нет, вот, когда она, в 14-м году записывалась. Нет, в 8-м, по-моему, она записывалась. Вот это вот в 14-м, или в 16-м году она умерла. Я говорю, это совсем свежая. И он, короче, где нам было делать, а таких записей вот именно от этой. А он знает, у нас немножко совпадает вкусы. Я ему подкидывал иногда раньше всякие там штучки интересные по WhatsApp'у из YouTube'а. Блин, хреново. Дожди капает и капает. Надо ехать. Короче, я ему подкидываю шокете. Шокете музыкальные. В основном музыкальные. Мы на этой теме с ним, я как леоман, расскажем. Я ему подкидываю эти музыкальные штучки. Какие там интересные с YouTube'а, со всех этих площадок, где нахожусь. Как это хорошо с тобою встретиться и подарить тебе на счастье миллион. И, в общем, мы так продуктивно всем поговорили. На него немножко и наворчал по поводу. Последнее время замечаю, что он любит газовать. Жена умерла. Жена умерла. Жена умерла и вот, в общем, бывает, под газом мне позвонит. А когда усиливается, может развернуться и назад. Главное, чтобы он Антони пришел сюда. И, короче, я на него немножко поворчал по этому поводу, что он кирогазит иногда. Хотя раньше он меня ругал за это же самое. Я говорю, Серега, ну чё ж это какая? Я-то, блин, один. У тебя семья. Раз, два, три, четверо детей. Правда, они уже повырастали сейчас. У него один сын остался с ним, но он немножко такой, говорит, больной. А остальные-то дети. Всё, выросли. Младшая дочка. У него уже квартира есть и дом. А дом на Марчикане. Вот поэтому я к нему редко доезжаю. Он немножко далеко в сторонке живет. Хорошая песня. Пожарили насчет этой песни, как она в Москву. Отдохни. Ничего, чтоб ты, Москва. Отдохни. Ничего, чтоб ты, Москва. Я возьму. Словно перышко в ладушку, и дыханием отпущу. Полетай сама немножко. Скоро включится метро. И откроют рынки двери. Я люблю тебя такой, но слезам твоим не верю. Слушай, город. Слушай, город. Не гони. Слушай, город. Впереди бежит малва. Слушай, город. Отдохни. Ничего, чтоб ты, Москва. Слушай, город. Слушай, город. Не гони. Слушай, город. Видишь, кругом за лесом. Слушай, город. Отдохни. Это ничего, что ты Москва, Слушай, город, отдай, Это ничего, что ты Москва.